Добро здоровиться уважаемые посетители канала школа здорового образа жизни работает это хорошо и И вот люди которые соприкоснулись так или иначе с этой школой кто-то плотно кто-то менее плотно так или иначе получают свои результаты и вот как раз я решил вспомнить Эдуарда он довольно таки плотно мы с ним сотрудничали прошли такую будем говорить хорошую школу особенно голодание ну и так далее так далее и вот мне было интересно узнать а как сейчас у Эдуарда что у него получается Что у него не получается продолжает ли он заниматься здоровым образом жизни или забросил Петрович доброздоровец прошу меня извинить за долгое молчание что не мог сразу ответить поживаю слава Богу что касается моего здоровья это можно определить его одним словом хорошо Иду путем оздоровления каждый день работают над собой правильно думаю что человек однажды познавший на себе что такое настоящее здоровье уже не может жить иначе вот именно если вы почувствуете насколько оно должно быть здоровым и что это все можно сделать своими руками и более менее просто значит не может жить иначе Да не знаю с чего и начать ведь информации мысли очень много сейчас постараюсь все таки написать кратко и схематично чтобы не получилось всякого нагромождения а уж в дальнейшем как пойдет В двадцатом году после моего первого длительного голодания 27 дней по которому вы меня проводили осенью этого же года я заболел ковидом перенес тяжело в больницу не обращался как правило если у человека имеется довольно таки Сильная болезнетворная инфекционная какая-то ерунда то вот такие вот вещи как только внешняя инфекция значит он сразу же цепляет вот в данном случае ковид Последствия стал задыхаться на легкие повлияло весной 21 провел чистку печени и летом ушел на длительное голодание продлившиеся 21 день Отлично 21 день Результаты Первое Легкие очистились полностью и я смог вновь дышать Второе В области правой гланды образовался провал в плоти по типу раковины от ржавчины размеры шириной около двух сантиметров глубина до 0,5 сантиметров и длина 5 сантиметров уходит вниз в область шеи и далее в живот тяж Об этом мы еще на первом говорили что вот видите как как прорастает вот это вот болезнетворная микрофлора а здесь возможно даже а также грибок же был как раз вот это болезнетворная микрофлора особенно грибки норовят поселиться жрать и делать вот эти как тяжи или же метастазы Видите от гланды туда пошел через шею в живот аж Гно и боковые стенки провала высланы синюшина белесым гноем то есть идет борьба идет борьба с этим Вот тут то тут то важно очень помогает то курс керосинчика попринимать то курс вот это вот травах побуревать Какие там у нас идут у нас там семена тмина семена укропа семена аниса еще там какие-то там семена где-то их четыре на память не помню либо через какое-то время можно опять противопаразитарку полынь гвоздика хотя бы полынь гвоздика и попивать то есть не давать этой инфекции отдыха Чтобы она понимала что там душняк и надо отеля текать Этот провал видимо и есть но вскрытие гланд о котором вы мне говорили в двадцатом году Десна и небо все в гною еще с первого голодания и сохраняется до сих пор поэтому надо 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 делать Рябок не беспокоит стопы чистая кожа как у младенца В январе 22 года повторно переболел ковидом омикрон в течение 18 дней в больницу не обращался ведь инфекция если она все всегда создаст слабину в организме и притянет вот какую-то еще дополнительно заразу поэтому Ручки слаживать не надо а надо вот это вот делать тем более вы видите что у вас какие-то там нагноения есть чтобы все это ушло Вновь стал задыхаться но уже приступами Весной чистка печени молодец то есть чистка печени зачем нужна не для того чтобы печень там почистить а для того чтобы в результате чистки печени усилились ее функции по обмену веществ по восстановлению организма и прочее 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 Вот нам нужна сильная печень поэтому мы ее чистим а не то что там камни еще это так как можно сказать то что мы видим а главное это нам восстановить печень и хотелось бы еще что там шрот этот покушать шрот этот Весной чистил печень и летом на длительное голодание пошел сроком 22 дня и того смотрите 70 дней он отголодал в общей сложности это очень хороший результат то есть как бы сказать мы накатили Вывернули что-то восстановились далее далее мы начинаем уже не сначала голодать а мы начинаем уже как бы сказать голодать оттуда откуда голод закончил свою работу Опять углубился остановился вы вышли третий раз опять таки мы уже это все прошли и нам остается еще глубинную патологию выковырнет чтобы это знали Результат первое легкие вновь очистились полностью я почувствовал себя человеком легкие очищаются примерно на 19 20 день по ощущениям А по ощущениям до этого будто бы слипшиеся на одну треть легкие расправляются как целлофановый пакет и наполняется кислородом Происходит это чудо у меня внезапно и одномоментно понимаете когда организм накопил силу достаточно сделал нужной работы Я не могу в этот момент задержать слез радости плачу и благодарю Всевышнего Правильно благодарите Всевышнего Второе Небо десна и провал в области правой гланды все еще в гное сохраняется до сих пор Гной начинает отходить в основном через десна с первого дня голодания еще долго на выходе затем останавливается и лежит под кожей Вот тут вот тут вот тут вот тут вот тут вот тут будем говорить можно делать разного рода полоскание Полости рта промывания допустим той же отваром полыни и где-то постоянно То есть полынь хороша против гноеродной инфекции Значит лежит под кожей Примерно до 9 день выхода на стопах обеих ног в области большого пальца высыпали мелкие прыжки грибок Они не чесались никак меня не беспокоили Прошли сами собой в течение 10-14 дней В настоящее время стопы в отличном состоянии Кожа младенца значит прилагается в фото Но запомните грибок это такая зараза она просто не сдается Поэтому регулярно ее душите 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 вот этими противопаразитарными травами Значит травками по буревой керосинчик пропивайте Дней 10 назад на правой ладони выскочили локализованные группы мелких прыщиков грибок То есть грибок начал бегать Никуда ему смыться Которые не вызывают у меня никакого беспокойства Они чешутся, не зудят Сейчас они подсыхают А вот тут знаете можно тогда и чередовать с употреблением пищевой соды Пищевая сода гасится и натощак употребляется В настоящее время планирую почистить печень и выйти на голодание с наступлением устойчивой теплой погоды То есть человек не сдается Он понимает, что зараза там есть Тем более вот эти вот гнойные налеты Шандарахнут ее Молодец Бог даст Ковид уже не помешает голоду по-настоящему взяться за гноеродную инфекцию И добить грибок Видите, человек уже понимает Что? К нейроидной инфекции Раз Грибок Два Слизи, я так понимаю, особо не выходило С желудочно-кишечного тракта Этих самых Глистов не выходило Но это он ответит потом Хотя, кто его знает Этой зимой тоже не пойми, чем на ногах переболел То есть переносит заболевание на ногах Это очень вкратце Геннадий Петрович Фото постараюсь выслать Значит, из дневника Он пишет по скрипту Из дневника, в котором я записываю свои сны Отлично, сны надо записывать Это такие Есть очень знаковые сны, которые вам могут подсказать А тут вот интересный сон Значит, 07.05.21 воскресенье Во сне мне позвонил Малахов И поинтересовался моими делами Я очень сильно расстрелялся Что даже не сразу вспомнил Его по имени и отчеству Стал сбивчиво рассказывать Что я делаю на моем пути по оздоровлению Говорил сбивчиво и торопясь Будто не успею, забуду, пропущу Сказать, что что-то главное и важное Прыгал с темы на тему Следом еще один сон Я в снежном, узком и тесном туннеле Вот это снежное, прохладное И вот этот черный, темный туннель Это говорит о затруднениях С трудом пробираюсь вперед Это сразу, будем говорить, трактую сон Или как это назвать Толкую сон Боясь, что туннель может обвалиться И меня засыпать Я завернулся обратно И с тревогой и трудом выбрался из туннеля Молодец С уважением, Эдуард Петрович Ну вот, наш ученик Школы здорового образа жизни Схватил, как надо работать с собой И работать Мы еще подскажем, что будет нового Расскажем Вот такой видосик Расскажем Расскажем Расскажем